В Северной Осетии продолжается международный фестиваль национальных культур Алтын-Майдан. 300 участников из разных регионов страны. Этнические вечера, выставки, ярмарки народного прикладного творчества и многое другое. Тему продолжит Дана Малышева. Алтын-Майдан с татарского языка переводится как «золотое место». Название как нельзя точно отражает глубокий смысл творческого посыла. Это площадка для культурного диалога между представителями регионов России. 300 участников из Карачаева, Черкесии, Татарстана, Саратовской области, Калмыкии, Удмуртии. В Северную Осетию Алтын-Майдан возвращается второй раз. Мы были во многих республиках, но то радушие, та доброжелательность и то желание помочь, которое есть здесь у всех структур, начиная от министерств и завершая, скажем, полюбившимся нам педагогическим колледжем. Огромное желание помочь, и мы видим, как нас опекают. Поэтому возвращаешься туда, где комфортно. Фестиваль с каждым годом расширяет географию. Яркие самобытные коллективы знакомят с культурой своего региона. Русские народные песни, осетинские и татарские танцы – прондительная игра на национальных инструментах. Ребята совсем не по-детски умеют передавать богатую историю родного края через искусство. Очень много присутствует, во-первых, любви. Это прям чувствуется, на самом деле, с первых минут. И много кто участвует. То есть мы заехали в гостиницу, и там очень много людей из Ярославля, из Новосибирска. То есть и со всеми можно пообщаться, узнать что-то новое, поделиться своими эмоциями. Участников фестиваля «Тепло» поприветствовала первый замминистра труда и соцразвития республики. Анжела Мамаева отметила, талант каждого коллектива не просто впечатляет, а вдохновляет на то, чтобы еще больше знакомиться с культурой многонациональной России. Я сюда приехала, потому что сюда приехали все, и тут очень много всего интересного. А я задуешь. Любой. Я люблю повеселиться с друзьями и все такое. Тут много моих знакомых и друзей. Второй день фестиваля посвятили этноконкурсу «Арт Хурен». Вокал, хореография и инструменты. Здесь не столько соревнуются, сколько раскрывают фольклор своего народа. Так звучит калмыкия с населением почти 300 тысяч человек. Мастер-классы по хореографии, благотворительные концерты, калмыцкий, татарский, русский, этновечера. По словам директора фестиваля Георгия Бестаева, через масштабный культурный обмен Владикавказ привлекает туристов из самых отдаленных областей страны. Мы увидели очень много разных национальных станций. И очень интересно их религии, их традиции. И познакомились с некоторыми из их представителей. Впереди гостей республики ждут увлекательные экскурсии по горным ущельям Северной Осетии, чтобы ещё ближе познакомиться с культурой и традициями региона и обязательно вновь вернуться. Танна Малышева, Артур Дудаев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова